Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Перед тем, как писать экзамен, я читаю молитвы о помощи в экзамене. Как я думала, я верю, что на все воле Божье, что все произойдет ко Богу угодно, а значит, наилучшим образом для меня, даже если это будет не сдача экзамена. Когда начинается сам экзамен, я начинаю очень сильно нервничать и переживать. Стараюсь со вниманием прочитать молитву во время стресса, но все равно очень нервничаю. Получается, я не доверяю Богу? Буду благодарна, если поможете понять, почему тревожат такие мысли во время экзамена. Означает ли это, что я не доверяю Богу и как с этим справиться? Вот такой громоздкий вопрос. В принципе, мысль ясна, можно было несколько ее даже сократить. Итак, Бог спасает нас не без нас. Бог помогает нам, но не вместо нас, а вместе с нами. Поэтому, если ты не подготовишься к экзамену, вообще никак, то Бог не сможет помочь, ибо нет объекта помощи. То есть тебе нечем оперировать, в твоей голове нет ничего. От сессии до сессии живут студенты весело. Если ты так прожил, особенно на первом или на втором курсе, период от сессии до сессии, то Господь и рад бы помочь, но никак. Хочешь чудо? Господь являет чудо, когда это связано с травственным перерождением человека, с пользой для его души. Где здесь польза для вашей души? Судя по всему, ее не будет, кроме поверхностной никудышной подготовки к следующим экзаменам. А Господь не помогает, и, в общем-то, можно ничего не учить. Попадется мне то, что я и так знаю. Поэтому Господь нас любит, но не настолько, чтобы мы вышли из университетов наших недоспециалистами, потому что не бывает так, чтобы Господь делал за тебя все. Так, я плохо учился в медицинской академии, но Господь поможет операцию сделать. Я же верующий человек, я же ему доверяю. Неужели Господь моими руками не совершит операцию так, как и помогал святитель Луке, Крымскому и Симферопольскому? Вот я верю, что Господь мне поможет. Знаете, тут какие-то проблемы у вас и с Господом Богом, и с головой, если вы думаете именно так. Поэтому Бог помогает, повторюсь, тем, кто учится. И чем меньше ты будешь тревожиться, тем больше ты выучил. Выучить все, конечно, невозможно. Но если ты изо всех сил трудился, ну, хоть несколько часов каждый день посвящал учебе, а может быть и целый день, первых пять лет, во всяком случае, обучение надо вести себя приблизительно так, то Господь действительно поможет. Вот сколько я учился, каждый раз перед экзаменом бежал, паниколог в Кузнецком храме, киконистителя Николая. Говорит, святой Николай, помогай, без тебя не справлюсь. Что-то я учил, что-то нет, что-то успел, что-то не успел. Помоги. Понимаю, что помогает Господь, но святого Николая в помощники тоже звал. Такое тайное средство для сдачи экзаменов. И знаете, как-то всегда получалось. Удивительным образом разные совершенно ситуации были. Но когда ты действительно учишься, когда ты действительно стараешься этот предмет выучить в меру своих сил, бывает, их просто не хватает. Речь идёт, скорее, о глупости, нежели чем о нежелании учиться, о желании жениться. Тогда Господь помогает. Допустим, это будет троечка или четвёрочка. Но в любом случае ты сдашь предмет и будешь учиться дальше. А тревожность, ну куда же без тревожности? Всё равно хочется пятёрку, даже если ты выучил на тройку или вообще не выучил. Тебе ставят четвёрку, ты огорчаешься, что могли бы пятёрку поставить. Хотя перед этим хотел хотя бы троечку с минусом. Человек такое существо. Всегда хочется большего, когда получил меньше. А чтобы не тревожиться, ну хорошо бы, конечно, быть полностью укоренённым в любви и доверии Господу Богу. Ну как ты можешь ему доверять, когда сам не выучил предмет? И ты же понимаешь, что оно так не работает. Такого чуда не будет. Тогда тревожность. Конечно, большая тревожность. Но если ты хоть чуть-чуть выучил, тревожности, да, быть немножко меньше. Ну и для таких, кто учится плохо, но сильно тревожится, Господь придумал лекарство. Какой-нибудь глицин, какое-нибудь лёгко-успокоительное, Какой-нибудь валерьяночку, что там, валидольчик, под язычок и вперёд. Это не воспрещено. Так, чтобы немножко нервишки успокоить, прийти в себя. Так, желаю всем студентам сдать экзамены. ОГЭ, ЕГЭ, вступительные, выпускные. Вот, чтобы Сято Николай всем вам помогал. Вот, чтобы вы не ленились, трудились. И помните, что если вы хотя бы 2-3 часа в день не посвятили учёбе, то ничего у вас не получится. А если день пропустили, то на следующий день часов 5 надо будет поучиться, конечно. А если курсовые ещё писать, то ещё пару часиков добавьте. Ну и ничего, 5 лет отмучившись, а потом будет ещё тяжелее. Сейчас надо работу найти. Эх, Боже, помощь всем нам! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...